Смотрим, как получится пропушить в начале, как всегда. Довольно важный. Ну, сейчас, особенность в том, что вот как только ребята взяли из Вичи Гейминг ВД, они одновременно усилили свою линию, потому что паку все-таки стоять немножечко некомфортно. Они после этого еще и существенно усилили свой лейт. И вот теперь вопрос, сможет ли Фесселис Войт один в лейтгейме развалить и Фуриона, и Дроу Рейнджер, и Дваура. Ну, это тот самый Кэрри Войт от Мане. Сегодня все-таки три матча состоится, как говорит админ. То есть, скорее всего, из-за ПВ Майнера расписание чуть задержится на пару часов, но так же будет. То есть, соответственно, мы посмотрим два матча верхней сетки и первый раунд лузеров. То есть, одна команда сегодня квалификацию уже покинет. Довольно стремительно проходит квалификация у нас по всем регионам. Вот. Но сегодня очень много доты, поэтому, в общем-то... Как и всегда. Как и последние две недели. Не, я бы сказал, сегодня особенно много, но много всегда, но вот сегодня прям вообще рекорд. За долгое время. Так, ну, у нас пока что задумка какая-то пойти напрячь верхнюю линию, возможно. Ну, вообще, дровку прижать вначале, это милое дело. Да. Особенно, когда у тебя есть супер-взрывная комбинация через аппаратчину. Ну, вряд ли Войт сможет в начале игры очень сильно напрягать профита. Хотя вот с аппаратом поинтереснее, но все равно, мне кажется, здесь, конечно, у профита не самая плохая линия. Вот так его забрали на первый пик, но не сказать, что прям какая-то жесткая контрасть против этого героя в начале. Ну, по героям, вот, допустим, можно отметить то, что Фейселис Войт хорошо против него играет. Пак, он тоже летает, спротов не боится. И Винтер Верна, кстати, вот та самая Винтер Верна с харды, она тоже Фуриона не боится. Будет такая полукерри Винтер Верна. Последний матч, когда я комментировал вот с таким оффлейнером, был, по-моему, у PPD-компании. Да, если не ошибаюсь. Я никогда вообще не комментировал матч, где Верна занимала вот такую вот позицию, то есть, оффлейнера. И там происходило как? У Винтер Верны было очень много проблем на сложной линии из-за того, что у нее далеко не самые лучшие показатели. Там в виде скорости перемещения, в виде урона, в виде брони. Но, если она заходила в лейтгейм и одевала свои артефакты, то она просто всех убивала Арктик Берном. Арктик Берн, опять же, здесь очень хороший ультимейт и высокий уровень для того, чтобы кастовать сплинтербласт, не давать пушить, ей здесь поможет. Потому что она вместе с паком, в общем-то, это весь от спам. Монеты начинают напрягать, довольно неприятно. У него, конечно, и щиток, у него много брони, но спруты. Может быть, профит даже Орбов Веном какой-то себе возьмет. Видим, что Ахфу перетягивается на топ. Здесь Фенрир просел очень сильно по ХП. Это, собственно, Арктик Берн. Да, интересно, интересно, как она будет подниматься. Все-таки такой оффлейнер, он вряд ли может уйти куда-то в леса. Тяжело это сделать. Ну и поэтому ему нужна помощь. Если вначале ему не помочь, то какая-то Венга, у которой больше брони, больше урона и... ...бышая скорость перемещения, да еще и ауру дровки, она ее просто запинает. А так все приятно выглядит. Эрспирис находится на позиции и не позволяет Венге подходить. А если вдруг, не дай бог, Венга подойдет, то они вдвоем ее уничтожат. Так, снизу нападение на Апарэйшна. Кунг очень неплохой торрент. Но, кажется, Апарэйшн удается отступить. Еще и башек проходит очень вовремя. Апарэйшн продолжает мансовать. Нельзя сворачивать вниз. Да, уходит наверх. Сейчас Профит еще немножко может его размять. Но в итоге Профиту самому нужно бежать. Очень жестко залезли под тавр. Но получали урона и нету фласки сейчас у Профита. Нужно играть аккуратно. А сверху тем временем Эрспирис врывается в Дроу Рейнджера. Неудачно поставился Папарацци. И это минус один. Отличная игра от Ахфу. Да, Ахфу вместе с Инфлеймом начинает разваливать верхнюю линию. Вот вам и пожалуйста Винтера Виверна. Уже имеется третий уровень. Это второй Сплинтер Бласт, наверное, будет. На самом деле нюки у нее достаточно неприятные для начала игры. И если подставляться под них, можно очень сильно пострадать. В миде Пак немножечко доминирует над ОД. Что весьма странно, учитывая, что ОД Астрал, что ОД есть Дроу Рейнджер. Ну вот как-то пока что Ори не удается добивать больше крипов, чем Пак. Ну и снизу Водит. Ну в принципе держится на этой линии. ОД почему-то стесняется использовать Астрал. Вот он стоит, у него фулл мана 800. И он может по кулдаун закидывать Астрал в Пака и по кулдаун добивать крипов. Ну как бы чисто ради того, чтобы улучшать свой КС. Вместо этого, смотрю, он пошел в размен по тычкам. И тем временем в очередной раз падает Венжи Пулс перед сверху. Да, сверху продолжается атака. Здесь перетягивается Элевен, забирают Ахфу. Но это в любом случае хороший размен. Верна делает фраг. Сейчас еще и забирает большую пачку крипов под вышку. Себе приносит Кларити, приносит Тангусики. И аккуратненько сейчас будет фармить между, наверное, между вышками. Да, так и есть. Получит здесь четвертый, мне кажется, чуть ли не пятый уровень. Но пока что все неплохо у LFI. Они очень неплохо напрягают линии. И в целом стоят, как ты говорил, ОД стесняется почему-то астралить. Ну да, то есть он как бы пытается, конечно, Пака постараться размять тычками. Но когда у тебя арба первого уровня, и когда еще у Пака есть фейсшифт, это не работает против Пака. Там одну тычку дал, но это не сильно решает. Пак у нас забирает хосту. Пак возвращается на центральную линию. И самое интересное у нас рано или поздно должно происходить снизу. Снизу, как мы видим, Манет очень сильно пробивает. Манет. Это отличная игра от Фуриона. И Манету нужно срочно называть кого-то себе на помощь. То есть, конечно же, можно попробовать как-то и дальше пытаться гусить Винтер Верну сверху. Но в целом она получила 11. Да, но в целом она свой уровень получила. И Эрспирит вполне вероятно, что ему самое время перетягиваться вниз. Забрать не получилось, но теперь будет как-то стараться гонять. Пак уходит в шифт, чуть-чуть не попадает на торрент. Попал бы на торрент, возможно, даже убили здесь пака. Хотя все равно тяжело. У него есть арба. Он может оттянуться вовремя. Здесь перетяжка была на топ. Возможно, похорастить Винтер Виверну. Но, как мы видим, Винтер Виверна выживает. Откиливается на шрайне. И все очень неплохо. Пятый левел не за горами. Второй Арктик Берн. И второй Сплинтер Бласт. Такая вот раскачка. Интересная. Ну, без Колден Брейс. Да. Даже, допустим, если ты будешь кидать его на себя, люди просто подбегут впритык. И в любом случае тебя добьют. Успеется. С Колден Брейсом еще успеется. Берет Фейзи из себя. Боец. Боец. И в Инге нужно играть аккуратно. Не докатился ваш спирит. Если бы докатился, здесь, возможно, минус финга была бы. Вообще, да. Скорость передвижения низкая. Здесь хоть какой-то мувспид. За счет вот этих Фейзов. Ну, я так, конечно. Накидывай дровки. Довольно-таки неприятно накидывай дровки. Ой, как больно раздает это Виверна. Это минус. Минус Финрир. Финрир погибает. Здесь же на счет профит. Пошел сплинтер-бласт. Но урона слишком мало. И Виверна погибает. В погоне за Вирспиритом. Вирспирит успевает укатиться. Ну, в любом случае жестко. Винтер верно. На сложной линии вместе с Вирспиритом. Стягивают еще двух героев. По итогу они воюют 2 в 4. И забирают одного. Да. Правда, забирают сейчас второго. Который загулял. Побежал. Нагреет. Ну, из плюсов Войда оставили в покое. И Войда может наконец-то пофармить. В свое удовольствие. Не опасаясь, что его будет харасить. Правда, пропускает катапульту монет. Это плохо. Из нее много денег бы дали. Пак. Цепляют на торрент. Цепляют на крест. Очень красиво. Но все равно не могут добить. Я не знаю почему. Стоял спокойно. Мог попытаться это сделать. Если был бы ультимейт. Вообще мог бы убить. Но ультимейт пока не берет. И я думаю самое время для Вичи Гейминг. Собраться вместе. А именно это касается Кунки и Венжи Пол Спирит. И попробовать совершить какие-нибудь вылазки. Ну как бы по одиночке конечно Кунка может работать на роуминге. По одиночке может быть и Венга может быть полезно. Но если эти герои будут бегать вместе. То импакт их увеличится несколько раз. Там торрент, станчик, крест. И еще один герой будет бить. Любому герою придет конец. Тут скопление игроков элофай на верхней линии. Решают задавить дровку. Не подставляется. Аккуратно. Аккуратно стоит. Ну вард хороший стоит. Все видит. С таким вардом ее просто так не убить. И начинают напрягать монеты. Поэтому с упортом надо уходить. Что они делают. Третий Арктик Берн. Вот это интересно. Я думал что все таки Сплинтер Бласт будет качать. Но видимо если у Виверна все так неплохо с уровнем. Можно несколько по другому раскачиваться. Выход на ОД ожидается в Смоках. Но Д играет супер аккуратно. Не тратит свой Астрал. Пока он не тратит Астрал. Уходить на него не хочется. Шестое. Третий Сплинтер Бласт. Оперейшн нужно перетянуться вниз. Как раз у ФСС Воида появилась хроносфера. Имеется баш четверочку. Это идеальный тайминг чтобы убить Элевна. Причем Элевен быкует. Очень сильно быкует на Воида. У которого есть ПТ. Да. Пытается его разминать здесь. Вот Оперейшн уже здесь. Увидел увидел. Да. Френчик обо всем знает. Ну Воида неплохой крепстат. За счет этих пеньков. Да и вообще Нетворс на втором месте. После ОД. Идет. Пока что все очень неплохо. Учитывая что линия не самая простая. Возьмет МО и начнет фармить. Монет опытный Воид. Нет сомнений что у него все в этой игре будет хорошо с этим билдом. Так Виверна. Цепляет Папарацци. Очень больно Папарацци. Сайленс хороший от Дровки. Ахфу получает стан. Здесь же Профит. Ахфу дает еще станчик по двоим. Но заканчивается мана. И все таки Оперейшн собирает Вингу. Но нет елки для того чтобы проесть себе дорогу. Ставит Вортекс. Этого недостаточно. Размен 2 в 1. Не самый лучший. Не хватило просто Виверне маны. Вот так вот необычно. Ну а чуть побольше было бы маны. Можно было бы пытаться еще дать спринтер бласт какой-то. Или может быть чуть попозже делать ТП. Все таки очень рано Виверна полетела. Из-за этого подставился аппарат. Ладно я вам. Выходит вниз на монету. И очень хочет напасть. Так же сюда еще перетягивается и Фенриер. И рядышком находится папарацци. Вич и гейминг видимо уже решили начать подпушивать. И раз уж такие дела, то отправляют Фуриона вверх. Чтоб можно было резко прыгать вниз. ДД сбирает НГ. И буксует. То есть буксует. Могли бы на самом деле попробовать пойти. Но вместо этого папарацци фармит лес. А спринтер верно беспределит на сложной линии. Фурион, он ничего и не сделает. Да, это уж точно. Беспредел. В самом разгаре. Ну, два спринтер бласта и минус сепеньки. Минус сепеньки и минус сеприпань. Семь секунд кулдаун. Перетяжка на центральную линию. Здесь спили пака. Пак успевает уйти в шифт. Но ОД все-таки выживает. Пак. Забирают его. Отличная хроносфера от Монета. Хватит для урона здесь забрать нескольких героев. Забирают одного. Забирают второго. Монет также попадает в таверну. Ну, у Виверна опять заканчивается мана. И уже здесь никого не забрать. Два в два размен. Но размен Винги и Нечерс Профита на кэри пака и кэри... Монета... Мне кажется, это слишком жестко. Виверна 2600 урона. Топ дэмэдж. Он красиво сыграл. Он, когда поставил хроносферу, плюнул в одного, плюнул в второго, плюнул в третьего и нанес очень много урона. А, не хочет молодой человек вкачать ультимейт. Мне кажется, тоже неплохо бы сработало. Ну, видимо, маны ему не хватит, если он вкачает ультимейт. Из-за того, что у него немножечко своеобразная сборочка. Обычно, когда покупаешь... Да, обычно, когда покупаешь аркан тапки, тебе мана хватает на все. И ультимейт качает на шестом уровне. Но в этом случае нужно попридлежать коней. Да, ценное замечание, потому что ему маны уже не хватает, в принципе, и без ульта. Он кидает сплинтербласт, сплинтербласт. Это 300 маны. Арктик Берн. Это еще сотка. И все. На этом ман заканчивается, учитывая, что он там прилетел не фуловый, видимо. До этого еще сплинтербласт давал. Делает себе мидас. Ну, пока что преимущество у Вичи Гейминг небольшое. Но они начинают... Вот как раз десятая минута, они начинают пушить после удачного размена. Пока нет хроносферы. Приятно смотреть на китайскую доту. После того, что я наблюдал два последних дня. Какое-то вообще, я не знаю, мракобесие. А ты что комментировал? Да, я что-то не комментировал. Там и СНГ, и были вообще очень странные игры. И Азия, такие, знаешь, команды из опен-квалификаций. Так, нападение. ПАК дает неплохой рассказ. Летает на The Operation, но попадает только по профиту, минус профит. ПАК, Сайланс, Виверна, Холдембрейс, Виверна. Есть Чумана на Винтерскерс. Кастует Винтерскерс, могут забрать ОД. ОД живет. Да, забирают в итоге... ОД забирают Кунку. Начерс, профит, байбэк, возвращается в драку. Забирают Войду. У ПАКа нету маны. ПАКу нужно как-то отступать. Финрир погибает. Очень битый папарацци. И Леван тоже, скорее всего, погибнет. Хотя нету маны. Возможно, уйдет на фейзах. Да, уходишь на фейзах. Никого нет маны. У четырех героев нет маны. С той, с другой стороны. Ну, конечно, слишком много вичгейминга потеряли сейчас. ПАК отличный рассказ. Топарейшн мог бы даже получше кастануть свой ультимейт. Но и без этого мы видим, что отыграли почти две тысячи. У нас ЛФА и выходят вперед. Тем более, что в следующую драку появится опять Хроносфера. Вот она уже есть. Есть Момчик на Войде. Все хорошо. Ну и можно теперь взять и самим Войте смог. Да. Сейчас у нас очень многое зависит от того, кто первый начинает. Если первый вырывается в ЛФА, то все вот эти вот тонкие герои, там, Троу Рейнджер, Винджипл Спирит, вот или тот же Фурион, они лопаются мгновенно. И наоборот, если первый нападает вичгейминг, то они, как правило, стирают кого угодно за комбинацию торрент-корабль. Ну как же так вышло? Вичгейминг совсем не ожидали, видимо, атаки, потому что, ну, Хроносферы не было, они так смело пошли вперед, и в итоге Пак их фактически там в соло разобрался со своим Вейлом. Ну там просто Пак, Кунка и Винтер, верно. Ты просто подходишь, и тебя начинают закидывать нюки. Ну, а супер мощный под Вейлом, нюк Виверн. Да, и в этом случае вичгейминг, возможно, стоит отказаться от идеи пушить прямо лоб в лоб, пока у них не появятся блэкинг-бары, и самое время постараться играть от ганга. В Виверне неплохо было бы взять талант на 10 инты. Плюс один. Дополнительная мана. Плюс 8 инты, плюс 75 урона, это жестко, и плюс 120 золота. Так, нападение на паху, очень быстро его стирают, здесь папарацци и Левен разбираются. Вот он ганг, и вот от такого ганга лучше всего продолжать играть. У вас довольно-таки неплохие герои Насты Пуш, в виде Тро-Рейнджера того же Фуриона. И Ланэм, ой, как больно ему достается от Винтер Верны. Так, захолодился. Замедление очень мощное. И Ланэм решил... Да, И Ланэм просто решил подождать и далеко не уходить. Может быть и получится подцепить Винтер Верну. Винтер Верна, в свою очередь, играет очень аккуратно. Она вот так вот выходит на максимальный рейндж, закидывает спринтер-бласт и поймать ее очень тяжко. Но если Фурион прийдет... Как-нибудь за спиной... То все возможно. Пошел корабль, Колден Брейс, но слишком много урона. В Колден Брейс еще и УД может вот так вот понабивать себе НТ. В итоге хорошо разобрались. Да, прямо вот как ты и сказал. Фурион прилетел, УД прилетел. Берет себе талант на Инту. Но это, конечно... Это уже после смерти. Монет выходит. Решают сами не ждать, когда придут к ним Вичи Гейминг, а сами выйти в какую-то атаку. Смог заканчивается и все, атака провалена. Никого не нашли. Опять Вичи Гейминг выходит вперед после фрага на Паке, на Винтера Виверне и продолжают подфармливать. Все-таки они будут продолжать как-то подпушивать, но им нужно действовать очень аккуратно. Подпушивать только после каких-то фрагов, потому что идти вперед в лобовую атаку, но это слишком опасно против Виверны и Войда. Ну и желательно, если Вичи Гейминг куда-то пойдут, то лучше всего идти днем, чтобы можно было видеть Пака, который способен ворваться. Какую-нибудь Винтер Верну, желающую залететь со спины. Ну и Фейс Айс Войд, который может, ну как бы, вот ночью он может ворваться и поставить в трансферу, а днем этого почти нереально сделать. Супер странное делает. Ну да ладно. Симф у него вскиллся какой-то. Нападение Кунки на Виверну. Всем вообще промазал чем только можно. К успеху идет. Гаст. Подсейвили Кунку. Пошла ульта по рейшн, но она не попадает. В итоге Кунка выживает каким-то чудесным образом. Подсепили Ахфу. Ахфу погибает. Как вообще это получилось? Ну, отлично сыграно. И Венга тоже выжила на лоу хп. Да, теперь можно идти в контратаку. Это называется «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В итоге развели соперника на все спылы опасные и могут продолжать пушить, потому что у Войда нет у ультимейта. Хотя есть Дримкоил все еще и есть Рассказ Виверны. Нужно быть аккуратным, чтобы не получилось как в прошлый раз. Ну вообще это у нас самый настоящий рофл. Кунка ворвался, закинул свой прокаст и рядом не было вообще никого. Потом у нас и Лофай почувствовали в себе силушку богатесскую и решили пойти прям по тавер. И в итоге погиб, все лично все, во всем этом замесе один Эр Спирит. Бывает же. Да, это очень странно. Ну, корабль когда-то в помойку уплыл, потому что он не попал каким-то образом ни торрентом, ни кораблем по Виверне. В море уплыл. Вот такой, да. Не доплыл до реки. Немного. Выход от Вичи Геминг в смоках. Параллельный выход в смоках от ЛФ Вай. Находит экстрадального Кунку. Опять он подставляется. На этот раз его убивают. Причем опять он совершенно один. Команда пошла в другую точку. Могут цеплять Вингу. Цепляют Вингу. Попытка сделать ТП. Тщетно. Не в этот раз. Ну, Кунка стесняется бегать с Вингой. Как-то вот он не любит ее. У него в команде два сейвера. Один из них УД, второй из них Винга. Кто бы ни произошел с Кункой, допустим, он там получает саленс, его можно засейвить. Либо свапом, либо астралом. И уже после этого Кунка закидывает корабль и все получается. Однако, если Кунка получает саленс сразу и нет ни одного сейва, то у Вичи Гейминг драка уже проиграна. Без корабля им нечего ловить. Ну, как-то они подрасслабились. Ну, да. Начали показывать ЙОЛОГЕМИНГ. Лан Эм. Лан Эм, видимо... Хотя, странно, самый опытный, вроде должна быть там дисциплина, но Лан Эм показывает, что... Если ты самый старший, то, значит, тебе можно все. И фидит просто. Ну, продолжают ВГ давить. Лан Эм продолжает. Лан Эм продолжает нападать, его в этот раз простили. Ну, да, он странно играет. Просто в одиночку. Воид тем временем нападает на профита. Баши, баши. Хорошие спруды, кстати, вытолкнул Воида. Ну, такое. Такое себе в итоге получилось. Двадцатая минута. Если, конечно, герои ЛФА оденутся, я не знаю, как здесь будут ВИЧ и Гейминг играть против этого Воида. Цепляют Распирита. Гаст. Свап. Распирит дает сплитимейт, дает сайланс и погибает. Свап, конечно, такой был. Из-под сайланса, но не сильно порешало. Пак врывается на Кунку. Опять Лан Эм танкует. Опять его взрывают. Вообще ничего не сделал. Пошла ульта Парейш на подвышку. Не следит в Вингу. Винган разворотится. Теперь Виверна. У Виверны уже имеется форстаф. Неплохо. Ну, хроносферы нет. Можно особо не нападать. Итак, забрали в размен на Распирита Кунку. Нормально. Да, ну и Лан Эм в очередной раз вышел на передовой. В очередной раз он погиб, не успев отдать корабле. И пора было ему вообще со всеми этими вежухами заканчивать. Да, ему сейчас скучно как-то, видимо. Ну да, а то преимущество они так потихонечку наращивают, но Лан Эм стабильно его отдает. Сейчас ночь. Сейчас идеальное время для атаки. Можно подойти. Можно за счет отсутствия Вижена постараться удивить противника. Более того, у Вичи Гейминг слишком хороший пик для забирания Рошана. И если прямо сейчас делать минусы, вот гейминг на фейсс Войде, то изи Рошан. Да, но Войда не удается поймать. Выходит на аппарата. Виверна. Цепляют аппарейшн. С трех ударов его забирают. Эрспирит дает камень, попадает только в кунку. Профит ворвался на Виверну, дает сайланс, форстаф. Неплохо отъезжает. Эрспирит также спасается. Хорошая действительно атака получилась ночью. Заберут вышку. Ну, вряд ли заберут Рошана, потому что Войда забрать не удалось. И здесь это еще не все. На развороте. Торренты какие-то странные. Главное ему. Главное ему играет просто в свое удовольствие. В парень уже. Первая каточка. Первая каточка. Можно и раскликаться. Ну, у них, кстати, уже нет. Они играли с... С Инвиктус Гейминг на ПВ Майнере. Сейчас мы посмотрим, кстати, как они там сыграли. Прошу прощения. Прошу прощения. Как они там сыграли. Из-за чего, собственно, у нас матч не держался. Давай придумаем ему отмазу. А, непонятно, как они там сыграли результаты. Защитимого. Защитимого репутации. Я думаю, что ему... Ему это не особо нужно. Это знаешь, какие-то молодые игроки, которые там обижаются на что-то. Читают твиттер, и у них начинают дрожать руки, потому что их кто-то не любит. Им нужна, наверное... Или в Китае это... Вейба читают. Или какие-то комментарии на дотовском форуме. Что, мол, там... Ори не тащит. Но... Аланэ, мне кажется, даже если он не читает что-то такое, ему настолько пофигу. Что, в принципе, показывает его кунка. Но веселее. Да. На расслабовании. ЛФА в смоках выходят. Ставят хороший вард. Цепляют кунку. Ну, в этот раз забрать не удалось. Да, увидел линжу по спирит и не захотел рисковать. И тем временем пропушили очень мощно снизу линию. Здесь сила вместе с Ори. Делают ТП на мид. Закрывают венгу. Закрывают также профит, который сюда прилетел. Очень битый кунка. Корабль все еще не дает. Воет под сайленсом. Воет уходит. Под инвизом забирают вверну. Забирают эрспирита. Пака также цепляют. На газ сажают. Паку убивают. Это 3 в 1. Не очень хорошая атака от ЛФА. И удивительно, но кунка так и не скастовал свой корабль. В данной ситуации. Хотя, мне кажется, просто даже его для бафа закинуть. И то, о чем ты говорил, заходит сразу же на Рошана. Возможно, это решающий момент в игре. Потому что преимущество впервые переваливает. За такую серьезную отметку. Сейчас еще и Рошана. Егис. Порядка 5000, наверное, будет преимущество. Да, и пик очень неприятный. Пик одновременно может пушить тебя по линии, заставляя защищаться. И параллельно Фурион может улетать куда угодно и фармить огромное количество артефактов. Ну и снизу будет все время держать в страхе, скажем так, линию. Потому что здесь уже нету Тир-2 вышки. Фурион будет стараться подпушить. Кунг фейзы почти варабаны. Неплохо. Венга транквил ботинки. ОД, пика, аегис, блинк. БКБ делает себе начерс профит. И Дровка также делает пику. Крайне неприятные эти массовые пики для Воида. Нужно БКБ. Выходит по верхней линии. Ну а Фуриончик, в свою очередь, тусит снизу и выжидает какую-нибудь хорошую руну. Вот с Аркан руны можно хорошо подраться. На месте был ЛФ, но на месте ЛФ вообще не имеет смысла ДФ-52. Уж слишком высока цена риска. И самое оптимальное, это просто где-нибудь засесть на Т-3 и попробовать поймать Фуриона на спидпуше. Ну, тут тоже так, не поймать на спидпуше. Фурион перетягивается на верхнюю линию. Здесь выходит ПАК. Торрент, ПАК, куда-то залетел. Очень интересно, ворвался, прыгает. Но спруты, сайланс. На, Фурион хорошо сыграл. Правда, есть ЙОЛ. ПАК уходит в шифт. Не смогли его здесь забрать. Было близко, но, скорее всего, заберут вышку. Хотя, пирспирит очень быстро расправляется с пиньками. И можно подраться. Но есть Аегис у соперника. И позиции здесь не самые удобные. Могут зайти справа. Стоит, правда, в центре специально для этого. Что пойдут? Неверно здесь. Нет, нет. Разворачивается. Фурион уходит вниз. Вот, тем временем, дофармил Блокинг Бар. Достаточно все неплохо у него по такой игре. Ну, как-то нужно с себя сбрасывать сайенс. Нужно как-то бороться против корабля кунки. И нужно как-то бороться против тычек ОД. Как раз там станов-то на самом деле мало. Допустим, кунка сажает тебя на крест. Ты понимаешь, что сейчас тебя вернут. Нажимаешь на БКБ, живешь. Ну, ОД, Дровка и Фурион тебе ничего не сделают. Ну, только винг-аут. Если достанет тебя станчиком, то плюс-минус будет хорошо. Но в основном случае это почти неуязвимость. Ну, всякие пики не будут тебя отталкивать. Да, да, да. Тоже приятно. Потому что он там, допустим, ставит хроносферу, начинает в нее забегать. Ему, если Дровка успевает дать пику, где-то из... Ну, вне хроносферы, то... Да, элементарно там ОД... Да, там элементарно ОД может дать просто у него астрал, и 4 секунды он будет ничего не делать. Да, это тоже. Такой, вместо того, чтобы сэвить своих. 4000 преимущество, Рейдинг сохраняется, но мы понимаем, что одна хорошая драка может все перевернуть. О, преимущество Дайр, конечно. Пика готова на Дровке. Пик Шадоу Блэйд Мон делает бабочку. Сейчас находится очень агрессивно действует Вич и Гейминг. Они блефуют, потому что их всего лишь трое сверху. Но, с другой стороны, здесь взять того же ОД очень тяжело. У него Пика и Блинк, плюс Аегис, делает Хекс. Ну, все правильно, БКБ там уже есть. Для ОД Хекс хороший артефакт. Сильвер Эйдж делает... Янг Элэвен. Напомню, что он раньше играл под никнеймом Олд Элэвен. Видимо, помолодел. Ланемо забирают. Ничего нового, в принципе. У Ланемо 048. Работает закидывателем корабля. В своей команде. Потому что Кунка его персонажа назвать пока тяжело. Вообще очень странно. Я не понимаю, почему Вич и Гейминг не идут. Они были в шаге от Т2 и просто ушли. В выход сейчас на рингу. Вместо этого они просто решили побегать по одному по карте и пофидить. То есть, ну, в чем фишка? Вот у вас Аегис. Вот Т2. Подошли, побили ручками, забрали. Потом забрали Т2 в миде. Они просто взяли Аегис, убежали по своим делам. И что мы видим? Раздали все преимущества. Ну да, просто массовый фит на равном месте. Пора бы расчехлиться. Войт того гляди выйдет у нас в топ по... Доделать Силинген сферу, чтобы его нельзя было просто так захексить. За Сайленс. Ну, прежде всего, Хигса боится. И Креста, конечно. Ну, просто Креста, ты можешь еще БКБ нажать? А вот после Хигса... Поэтому Линкен сферу. А что, ребята, пора? Аегис, ты не вечен? Да, я не знаю, партизанская дота от Вич Гейминг. Они раздали все преимущества, и теперь им сложнее, и они не будут нападать, я думаю. Причем, как это забавно выглядит, то есть они идут фармить свои леса, они фармят все вместе в леса, и в итоге кому-то фарма в лесу не хватает. И из-за этого этот герой в одиночку убегает на линию пофармить, а там его убивают. Так, Дровка находит... Форсик, форсик, форсик. Ну, хорошо сыграли. Красиво. Правда, Дровку поймали, нужно отсюда бежать. Ну, нет, нормально. Цепляют еще на Крест. Нечерс Профит ворвался, прожимает БКБ, впитывает урон. Ставится Хроносфера. Хроносфера ставится на Дров Рейнджер, но ее свапают. Пака поднимают в воздух. Элевен закрывает себя. Здесь же Ория. Ория начинает бить, но делает только два удара. Нечерс Профит выживает, его подсейвил очень качественно. Но Дэз, летает ульта, как же больно. Папарацци делает фраг. Кажется, они решились пойти еще. Ульта ОД забирают Пака. Минус 4 в размен на одну венгу. Великолепная драка от Вичи Гейминг, и начал ее Папарацци. Ну, вот о чем вы говорили. Пак использовать байбэк. Аегиас есть, нужно идти драться. Ребята пробивают очень больно. Пак у нас рывается. Войд все время все еще находится без Канасферы и без БКБ. Ему очень опасно рываться. И нужен Расперед с камешком. Пошел Сайленс. Мом пикой выталкивает себя. Ах, фу, погибает. Пак прыгает, дает Сайленс. Войд идет дальше. Делейшн. Пытается как-то замедлить дровку. И дровку свапают в последний момент. Забирают Войда. Дровка все еще жива. Ория должен забирать сейчас Энфлейма. Но Пак прыгает. Пак ни по кому не попадает. Энфлейм. Стан будет через одну секунду. Нет, стан полетел в Аппарейшн. Перетягивается Янг Элевен. Трипл килл Атори. Какой конвейер. И это минус сторона. Как же они выждали момент. Просто идеально. И как же закинули Элфлай. Элфлай закинули жестко. Такой заброс. Пошли сначала, умерли вчетвером. Потом еще погнались. Еще не добили чуть-чуть дровку. Вот сейчас попытка. Ну сейчас дровку. Шанс забрать. Гастер не попадает. Пику использует. Нет. Все. Здесь. Хотя. Сайланс. Уходит на блинке. Фака. Безусловно отступит. Но это 12 тысяч преимущества. И потерянная сторона. Факс не отступит. Хекс есть. Теория. И еще один фраг. 10-1-5. В Ори. Там ситуация на самом деле вообще смешная. Там он где-то вот здесь принимает Винтер Верн. А он умирает. И все. Ситуация для Элфлай ужасная. Вич и гейминг находятся на возвышенности. Они встают в шахматном порядке. И очень тяжело накрыть ханосферой. То есть Войт попал только по одному. Не из-за того, что он плохой. Из-за того, что просто была хорошая позиционочка. И при этом Элфлай было четверо. И мало того, что их было четверо. Они еще входили по одному. И вместо того, чтобы просто остановиться. Отойти на базу и похилиться. Они решили драться до конца. Нет, ну Войт закрыл нужного героя. Но Винга стояла далеко. И смогла свапнуть дровку. Да. Ну и к тому, что они хорошо стояли. И вот если бы он закрыл двоих. Было бы здорово. Но он смог закрыть только одного из того, что слишком далеко стояли герои. Друг от друга. Ну и теперь. Теперь нужно как-то Элфай собраться. Нужно помнить, что Дрорейнджер с Шадоублэда забирает почти любого героя. Особенно, если есть Фрён. Нужно как-то постараться либо поставить большое количество сентри, чтобы можно было фармить свой лес. Либо просто бегать там, ну, по два, по три. Когда есть шансы. Шрайны сбиты. Огромное количество товаров еще остается у Вичи Гейминг. Они дофармливают свои артефакты. Я думаю, что сейчас будут стараться играть от минуса. Не торопиться. Вот как как раз они и действовали. Ждать своего шанса. И ждать следующего Рошана. Который не так уж... Не так уж долго будет респауниться. БКБ на УД. Бабочка скоро будет готова. И выход от ЛФА. Сами пошли. Видели на Варде. Что-то. Ну, надо УД забирать. Очень неприятная позиция для ЛФА Вичи Гейминг. На таких не нападешь. Так просто. Нужно вард поставить. Перед атакой. Видят дровку. Ну, не получится. Закатывает Серв Спирит. Тут же получает Хекс. И тут же погибает. Умер. Минус оперейшн. Ставится хроносфера. Но тут же слаб. Отличная игра от Винги. Войда забирают ГГ. Ну, как-то, знаешь, по-моему, просто тельтанули. То есть, вот, казалось бы, вроде они играли. Вроде бы все было неплохо. И... Ну, там лидировали. Вичи Гейминг за счет вышек. Ну, может быть, на 2-3 тысячи голды. Потом просто что-то вот произошло. Не знаю, что у них там произошло. И они два раза жестко закинули на равном месте. Тильтища. Самое настоящее. Да, залетел Эрспирит, умер. Все, продайте его. Саппорт залетел, погиб. Ну, убывает. Саппорт умер, отошел, он появился, снова пошли. Нет. Мы пойдем до конца на возвышенность. Мы снова поставим хроносферу на одного героя. Снова этого героя свапнут. И Войт умрет. Продолжение следует...